Аркадий Михайлович Чернецкий с круглого стола, с дискуссионной площадки сразу к нам. Расскажите, пожалуйста, вы сейчас говорили в том числе и о том, что готовы оказывать поддержку из Совета Федерации для развития высотного строительства в Екатеринбурге. Она нужна, она необходима? Ну, разговор идёт не только о Екатеринбурге. Разговор идёт о том, что на сегодняшний день создано Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства, которое, в принципе, занимается формированием нормативной базы. И это очень хорошо, что есть ответственный федеральный орган за формирование нормативной базы для строительства. Но нужно понимать, что перед этим органом стоят очень большие трудные задачи, в том числе и по обеспечению выполнения программы «Жильё для российской семьи», строительства жилья экономического класса. То есть объём работы очень большой, и я очень сомневаюсь, что сегодня это Министерство найдёт время и возможность для того, чтобы заниматься достаточно экзотической, на мой взгляд, проблемой. Это регламентация и нормативная поддержка высотного строительства, строительство небоскрёбов, домов свыше 75 или 100 метров. Это вопрос, который нужно инициировать, и в этом смысле Екатеринбург, уже имеющий неплохой опыт строительства высотных домов, может стать локомотивом. Очень правильно сказал один из заказчиков, что если в других городах стоит вопрос, найдите строителя, который мог бы построить 25-этажный дом, то в Екатеринбурге нет строителя, который не может построить 25-этажный дом. Почему так получилось? Вот как сложилась такая... Сначала с одним вопросом закончим, потом на второй будем отвечать. Значит, я предложил, чтобы те люди, которые сегодня понимают суть имеющихся проблем, они сформулировали свои предложения по решению, и я беру на себя определённые обязательства в том, чтобы предложения, которые нуждаются в законодательной поддержке, через Государственную Думу, через Совет Федерации провести, поскольку я в Совете Федерации главный ответственный за проблематику строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Вот, собственно, та тема, которую... тот вопрос, на который вы задали. Почему так сложилось? Ну, в определённой степени это политика, которая в течение многих лет проводилась администрацией города Екатеринбурга и с точки зрения поддержки строительной отрасли, и с точки зрения наращивания сначала жилищного строительства. Я вам должен напомнить, что в течение последних 15-20 лет город Екатеринбург неуклонно увеличивал объёмы жилищного строительства. Решать эту проблему, не развивая высотного строительства, было чрезвычайно сложно, хотя бы потому, что никаких дополнительных денег для того, чтобы осваивать новые территории, в большом количестве осваивать новые дополнительные территории, ни в бюджете города, ни в бюджете области, ни в бюджетах соответствующих строительных организаций не было. Поэтому мы старались использовать все возможные способы, в том числе и активно развивая жилищное строительство. Я должен сказать несколько добрых слов в адрес Екатеринбургского строительного бизнеса, который, во-первых, оказался с точки зрения подготовленности, с точки зрения восприятия новаций в этой сфере, с точки зрения желания выходить за рамки уже освоенного. Он оказался очень мобильный, и ему это было интересно. В какой-то момент ему это стало и финансово выгодно. И в этом смысле взаимодействие администрации и строительного бизнеса развивалось чрезвычайно активно. Собственно, поэтому на сегодняшний день Екатеринбург является несомненным лидером и с точки зрения количественного строительства. Те объемы, которые выдает сегодня Екатеринбург по жилищному строительству, по нежилищному, то есть промышленному строительству, они значительно выше, иногда даже в разы больше, чем то, что имеют другие российские города. Но и с точки зрения качества строительства, качества тех объектов, которые способны возводить наше строительство, это тоже весьма неординарные объекты. Ну, мы с вами видим башни в Высоцке, мы с вами видим, как строится башня и сеть, мы с вами видим десятки домов высотностью более 25 этажей. То есть сегодня, за исключением Москвы и Московской области, которые также достаточно активно занимаются высотным строительством, другого региона, где эта проблема решалась бы столь масштабно, нет. – Аркадий Михайлович, следом за этой дискуссией откроется не менее важное, не менее интересующее всех горожан про вторую ветку нашего Екатеринбургского метрополитена. И вот здесь без федеральных инвестиций совершенно точно не обойтись. – Ну, вы знаете, что и со стороны администрации области, и губернатора, и со стороны городской администрации этот вопрос постоянно поднимается. Значит, я пока, честно говоря, не готов сказать, что федерация решает этот вопрос положительно, тем более, что нет оснований рассчитывать, что будут какие-то эксклюзивные программы для отдельных городов. То есть эта программа может быть либо как общероссийская программа для всех крупных мегаполисов российских, где строительство метро везется, либо такой программы не будет. Учитывая проблемы с бюджетом российским, пока у меня в этом вопросе оптимизма не так уж много. Я считаю, что в любом случае должна вести вся необходимая подготовка для строительства метро. Должно осуществляться проектирование второй ветки метро, трассировка, должны прорабатываться вопросы инвестиций со стороны бизнеса, если они могут быть привлечены и на каких условиях они могут быть привлечены. То есть, в принципе, во-первых, нужно быть готовым к тому, чтобы при определенном стечении обстоятельств быстро включиться в этот процесс, а во-вторых, если все будет готово, и мы найдем удачные схемы взаимодействия с бизнесом, чтобы можно было заниматься строительством второй ветки метро без участия федерального бюджета. Пока, к сожалению, оптимизма в том, что федеральный бюджет будет помогать строительству метро, нет. Несмотря на то, что в том числе и Совет Федерации неоднократно ставил вопрос перед правительством о необходимости изыскания определенных средств для того, чтобы эту программу в российских городах поддержать. То есть, даже Мондиаль 2018-го не станет точкой запуска первой очереди этой ветки? Ну, точкой запуска не станет точно, то есть уже просто нет времени. А точкой начала теоретически стать может в зависимости от того, когда будут приняты соответствующие решения. Продолжение следует... Продолжение следует...